Всем доброго времени суток! В сегодняшнем видео уроке я хочу показать вам, как можно в фотошопе сделать вот такой вот ледяной текст. Я прикрываю этот файл и начнем с новым. Итак, я создаю новый слой. Ширина у меня 1280, высота 720 пикселей. Мне этот размер удобен, потому что я могу его потом применить в программе ProShowProducer. Итак, у нас чистый слой. Мы должны его для начала залить черным цветом. Выбираем пипеткой черный цвет, берем инструмент заливка и просто заливаем черным цветом. Текст нам нужно написать белым цветом, поэтому мы заходим в текст, выбираем белый цвет. Вот можно даже его вручную набрать. И пишем то, что нам нужно. Я напишу с новым кодом. Можно немножко подвинуть наш текст. Берем инструмент перемещения, подвигаем. И я бы немножечко его отредактировала. Заходим в редактирование, трансформирование, масштабирование. Можно подтянуть за уголок, можно растянуть его немножко. Вот так. Мне кажется, будет лучше смотреться. Теперь нам нужно продублировать слой с текстом. Для этого мы нажимаем на клавиатуре Ctrl G. И наш текст продублировался. Теперь новый слой, вернее видимость нового слоя мы пока отключаем. Становимся на нижний слой. Зажимаем клавишу Ctrl и щелкаем по слою с текстом. Таким образом мы выделили наш текст. Теперь нам нужно слить эти слои. Черный вместе с текстом. Нажимаем клавишу Shift. Выделяем оба слоя. И правой кнопкой мыши выбираем объединить слои. Теперь не снимая вот этого выделения, мы идем во вкладку выделения, инверсия. У нас выделился общий фон. Мы заходим в фильтр. Оформление. Кристаллизация. Вот у нас появилось окошечко. Здесь мы выставляем значение 15-20. То есть в принципе здесь чем меньше шрифт, тем меньше должно быть значение. Ну вот я считаю, что 20 у нас в данном случае будет в самый раз. Нажимаем ОК. Теперь опять заходим в выделение, инверсия. И теперь нам нужно добавить еще шум. Заходим в фильтр, шум, добавить шум. Здесь ставим значение 75 и по гауссу. ОК. Теперь нам еще нужно добавить размытие. Заходим опять в фильтр, размытие, размытие по гауссу. Ну и здесь выбираем то значение, которое нам больше всего нравится. Вот можно вот так, можно вот так. В общем это вам выбирать. Я выбирала 2,4 пиксели. Теперь мы заходим в изображение, коррекция, кривые. Значит здесь нам нужно сделать кривую, похожую на воду. Значит мы нажимаем левой кнопкой мыши на нашу линию. И пытаемся ее двигать. Вот одна точка, вот я вторую сделала. И так далее. Вот у меня получилась вот такая кривая. Нажимаем ОК. Теперь идем в изображение. Вращение изображения. И поверачиваем его на 90 градусов по часовой стрелке. Теперь заходим в фильтр, стилизация, ветер. Здесь нам нужно поставить галочку там где ветер и справа. ОК. Опять заходим в изображение. Вращение изображения. И поворачиваем против часовой стрелки на 90 градусов. Вот такое у нас изображение получилось. Теперь заходим в фильтр, стилизация, свечение краев. И здесь можно тоже подобрать какие-то понравившиеся нам значения. Ну вот я в принципе остановлюсь на тех, которые у меня есть. ОК. Теперь нам нужно превратить эти буквы в лед. Для этого мы должны зайти в изображение и придать им цвет. Итак, изображение, коррекция, цветовой баланс. Немножечко подвигаем вот этими бегуночками, чтобы у нас был такой ледяной цвет. Многовато даже. Ну вот, как-то так. Нажимаем ОК. Теперь мы активируем наш верхний слой и становимся на него. Стоя на верхнем слое, нажимаем правой кнопкой мыши и находим параметры наложения. Здесь нам нужно взять пункт тиснения и немножечко с ним поработать. Значит, я для начала хочу режим тени изменить. Вот взять синенький. Может быть даже вот такой. Ну и тут можно посмотреть, подвигать ползуночки, сделать то, что вам больше по душе. И тут это уже ваши фантазии. Нажимаем ОК. Теперь для дальнейших действий нам нужно этот слой растрировать. То есть мы правой кнопкой мыши нажимаем по слою и выбираем меню Растрировать текст. Заходим опять в фильтр. Размытие. Размытие по галфу. Ну и здесь тоже немножечко выбираем параметры небольшие. Ну вот, пусть будет так. И теперь нам нужно слить эти слои. Мы стоим на верхнем слое. Нажимаем клавишу Shift. Левой кнопкой мыши выделяем нижний слой. Нажимаем правую кнопку мыши. И выбираем в меню Объединить слои. Ну и теперь нам можно еще окончательный цвет придать нашему тексту. Для этого заходим в Изображение, Коррекция, Цветовой баланс. И тут уже смотрим, придаем окончательный цвет нашему тексту. Ну вот, я остановлюсь на этом. Нажимаю ОК. Вот наш текст готов. Новогодний, морозный, ледяной. На этом наш урок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok